Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. Очень известные слова, но как-то мы их проскакиваем, обычно не задумываясь. Первое послание Павла к Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Начну чуть раньше, с 22-го, в синодальном переводе. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, а для самих же призванных иудеев и эллинов Христа – Божью силу и Божью премудрость». Вот эти слова «для иудеев соблазн», «для эллинов безумие», наверное, часто мы их слышали. А почему так? Мы проповедуем Христа «для иудеев соблазн», «для эллинов безумие». Во-первых, почему разные вещи? Во-вторых, ну хорошо, они не верят, а почему для них это соблазн и безумие? А по-гречески вообще-то «скандалон» – это и скандал, вот одно из тех слов, которое из греческого вошло, в общем-то, не изменившись в значении в русский язык. Значит, для иудеев это скандал Христа распятого. А для эллинов, ну или язычников, как в греческих рукописях многих стоит, это безумие. Опять-таки, почему это безумие? Смотрите, проповедь Христа распятого предполагает не просто, что был такой человек, который говорил много умных вещей, и давайте-ка к ним прислушаемся, может быть, нам это поможет найти свой путь жизни. Таких людей много, и Иисус действительно это делал. И, в общем-то, если так говорить, то и эллины, и иудеи сказали бы, да, давайте, интересно, что этот ваш мудрец там нарассказывал, мы тоже прислушаемся. Но Павел говорит, мы идем трудным путем, мы проповедуем то, что он был распят. Уже сразу, знаете, никто не любит лузеров. Если бы он стал завоевателем мира, вроде Александра Македонского, «О, давайте прислушаемся, это success story, это отличный пример для подрастающего поколения, как нам добиться успеха». Сейчас такой популярный жанр, вот прямо в книжных магазинах ломятся полки от этих историй, как нам добиться успеха. И никто, знаете ли, не пишет книжечки, как нам потерпеть поражение, как нам сделать так, чтобы нас казнили мучительной и позорной смертью. Правда же? Но дело не только в этом. Для иудеев это соблазн, прежде всего потому, что еще в пятикнижах сказано, «проклят всякие, висящие на древе». То есть это не просто смерть позорная, мучительная, это еще и смерть, которая показывает отверженность. Распятого вывешивают для того, чтобы показать всем, смотрите, он ничтожен, смотрите, он проклят, он отвергнут своим народом, он убит государством, да? Но в то же время говорить, что этот самый человек Мессия, что он пришел для того, чтобы возглавить свой народ и принести спасение всему человечеству, это как-то действительно непросто, ну, неправильно, это скандально, да? То есть сказать иудеям, вы ждете Мессию, вот он, ваш Мессия, он висит на кресте, как проклятый преступник, всеми отвергнутый, убитый римскими языческими властями, да? Это кошмарно. А почему для эллинов это безумие? Для эллинов, ну, наверное, вот вся эта идея мессианства, она абсолютно ничего не значит. Эллина очень любит мудрость, как, собственно, и было сказано. Иудеи требуют чудес, и, кстати, требовали сойди с креста от Иисуса. А эллины ищут мудрость, и они любят, и это действительно было так, во многом и так остается сегодня. Эллины, люди греческой культуры, вообще европейско-средиземноморской, которая из нее возникла, они ищут не столько каких-то действий часто, а мудрых слов. Вот насладиться словесными формулировками, какими-то утонченными мыслями, изяществом стиля – это их. Слушайте, а тут вам показывают какого-то дядьку, которого пригвоздили к дереву римляне, и он висит, и что он мудрого может нам сказать? Он… все, его история закончена, таких казнят периодически, да, мы это знаем, но давайте вы нам расскажете про каких-нибудь своих мудрецов, чем вот лучше про этого. Может быть, поэтому и не всегда проповедуют Христа распятого. Знаете, довольно часто, причем в самых разных христианских динаминациях, проповедуют Христа успешного. Воскресшего вы хотели бы поправить меня. Ну, вообще, конечно, воскресшего, но успешного. Проповедуют Христа, который покорил мир своей проповедью. В мире сегодня христианство – самая распространенная религия, или даже, сказать, точнее, группа религии. А проповедуют Христа полезного. Если ты будешь веровать, то добьешься успеха, то будет у тебя все с процветанием благополучно. Проповедуют Христа традиционного. Ну, наши предки верили в этом, наши скрепы, вот эта наша духовность. Какого только Христа они проповедуют. Раз пятого. Ну, проповедуют, но мало, редко. Я, слушайте, давайте вот в ближайшую страстную седмицу, кто ходит в православные храмы, зайдите, сравните, сколько будет на службах страстей, сколько придет в субботу яички и Пасхи светить. Колоссальная будет разница числовая. И не в пользу раз пятого, а в пользу яичек, куличей и пасох. Потому что это праздник, потому что это торжество. Я не скажу, что это плохо. Да, воскресшего хочется проповедовать, раз пятого нет. Потому что это страдания, потому что после этого, ну, нужно что-то делать со своей жизнью. И даже говорят, вроде как, пойти по его стопам. Ох, как не хочется. А почему, Павел говорит, мы его проповедуем? Вот первая глава, она, в общем-то, посвящена простой мысли, что вы не мудры, вы не сильны коринфяне. Коринф – это один из крупнейших городов тогдашнего Средиземноморья. Ну, если не Париж, то уж, по крайней мере, там, я не знаю, Брюссель, да, современный. То есть, богатый, шикарный город, где культура, где вообще все, история, древность. Вот, и вдруг какие-то простые, достаточно люди, которые ничего особенного не знают, которые там ничем особенным не владеют, и вот, ну, они как-то себя неловко чувствуют. И Павел, он говорит, мы вообще-то распятого Христа проповедуем. Да, мы этим самым не впечатляем ни иудеев, ни эллинов, но для тех, кто призван, будь то иудеи, будь то эллины, будь то кто угодно, он Божья сила и Божья премудрость. Субтитры создавал DimaTorzok